Здравствуйте! На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас вот такой вопрос. Он уже неоднократно встречался, но раз люди продолжают спрашивать, попробуем снова на него ответить. Надо ли заставлять подростка молиться и поститься? Ответ на него, если отвечать коротко, нет, не надо. Но все-таки несколько слов, чтобы пояснить, что я имею в виду. Ребенок, маленький ребенок, находится во власти родителей, и именно родители определяют его образ жизни, зачастую образ мыслей, его поведение, режим дня. Именно родители определяют его круг чтения, круг знакомств. Именно родители отдают его в музыкальную школу или в спортивную секцию, заставляют его умываться и чистить зубы, определяют его жизнь практически полностью. При наступлении подросткового возраста, а здесь вопрос сформулирован именно так, надо ли заставлять подростка молиться и проститься? Главной характеристикой подросткового возраста является отделение или по-научному сепарация подростка от своих родителей, от своей семьи и попытка его найти в этой жизни себя. Почувствовать, что на самом деле он хочет, что на самом деле он может. И если в проявлениях внешней жизни, например, я не хочу ходить в школу, или я не хочу чистить зубы, я не хочу мыть посуду, я не хочу там еще что-то делать. Если родители не могут оставить его и в некотором смысле даже не имеют права предоставить его своим хотением и желанием, поскольку он просто не в состоянии справиться со своими негативными желаниями, и родители в подростковом возрасте продолжают в значительной степени определять и режим дня, и определенные правила жизни, то эти правила уже носят все-таки в отличие от правил для детей рамочный характер. Чего делать нельзя? Нельзя приходить домой после десяти вечера, нельзя, допустим, играть в компьютер больше трех часов в день, или 30 минут в день, это уж как родители определяют для того или иного подростка. Нельзя с этими людьми поехать в какой-нибудь поход. То есть в значительной степени вот это нельзя, хотя и оно значительно сокращается, родители продолжают определять эти вещи вплоть до совершеннолетия, или даже вообще уже до полностью отдельной жизни человека. То позитивную так называемую повестку, что тебе читать, что тебе смотреть, с кем тебе общаться, родители для подростка уже перестают определять. Не может родитель сказать, а вот ты дружи с Васей, а вот ты читай обязательно эту книгу, если это, конечно, не книга по программе по литературе, которую ты обязан прочитать, потому что ты вот, это программа по литературе. То же самое касается молитвы и поста. Родители не могут и не должны заставлять ребенка поститься, в данном случае подростка, хотя тоже можно его назвать, он не перестал быть вашим ребенком, не могут заставлять его молиться или посещать храм, если он категорически и конкретно заявляет о том, что он не хочет этого делать по своим убеждениям. Больше того, я бы предостерег таких родителей от серьезных и глубинных разговоров в этом возрасте, которые заставили бы подростка определиться с причинами, по которым он не хочет, например, ходить в храм или молиться. Не надо задавать ему провоцирующие вопросы, ты что, в Бога не веришь? Он и так думает над этим, он не знает в этом возрасте, в большинстве случаев, верит он в Бога или не верит. Если вы ему зададите этот вопрос, и если еще это будет не однажды, скорее всего, от первого вопроса он уйдет, уйдет, взяв себе паузу для размышлений, то со второго и третьего вопроса он вполне вероятно может вам ответить «не верю». И тогда эти его собственные озвученные слова станут его новым исповеданием, которое уже само начнет определять его дальнейшую жизнь и выборы. Поэтому не нужно торопить его с этим выбором, ему действительно, возможно, предстоит пройти через какую-то стадию ослабления веры, иногда неверия. И в этой ситуации, конечно, принуждения к молитве или к другим внешним проявлениям духовной жизни могут сыграть крайне негативную и пагубную роль. Нам придется положиться на Господа в надежде, что как большинство из нас, не будучи воспитаны в церковных семьях, все-таки обрели в этой жизни Господа, так и ваш ребенок, пройдя через естественную фазу сомнений, иногда и отрицания, все-таки придет к Богу. И это может произойти раньше, буквально через несколько лет при выходе из переходного возраста. А для кого-то, как, например, для Николы Теслы, вспомним, он был из священческой семьи, и его отец был священником, и его мать была дочерью священника. Он в подростковом возрасте заявил отцу о своем неверии. И потом с благодарностью вспоминал, что отец не стал его ругать, отнесся к этому с пониманием, с жалостью, с серьезным сожалению, но ругать, заставлять и принуждать не стал. И во многом благодаря этому это позволило через 40 лет после этого, уже в зрелом возрасте, в серьезном возрасте, ему вернуться к Богу, обрести его вновь и стать верующим человеком. Будем надеяться, что и наши отошедшие от Бога дети, сомневающиеся, колеблющиеся, отрицающие, все-таки найдут Бога в этой жизни, поскольку не стоит преумолять всемогущество Божие, которое желает каждому спастись и каждого призывает к себе. Продолжение следует...